Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим в окроме живот даровав. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим в окроме живот даровав. Христос воскресе! С вами программа «Дон православный» в студии Андрей Мазиков. Торжество из торжеств, праздников праздник, Пасху Христову встретил православный мир. О всеобъемлющей пасхальной радости святитель Иоанн Златоуст писал «Все, все войдите в радость Господа своего, воздержанные и беспечные, равно почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне». О том, как светлое Христово воскресенье встречали в Донской митрополии, вам расскажут наши корреспонденты. До начала самого главного богослужения остается примерно пять минут. В Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы его возглавит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. По словам многочисленных верующих, пришедших сюда, никакая усталость и позднее время не смогут помешать их молитве. Вместе они разделят радость праздника праздников, торжества из торжеств. Все дела отложены в сторону, привычное место времяпрепровождения сменилось на храм. Православные христиане ждут особого света, которым наполнится душа каждого верующего. Это пасхальное приветствие, означающее победу жизни над смертью, прозвучало в тысячах православных храмов. Со светлым Христовым воскресеньем поздравляли друг друга те, кто постился и кто только начал искать Бога. Храмы Донской земли были заполнены до самого утра. Мы берем с собой в руках и несем на крестный ход зажженные свечи, как символ того маленького света, который камул в наше сердце и от которого сердце пламенеет так же, как пламенело у апостолов, у Луки и Клеопы, которые беседовали с Господом, не видя, не понимая, с кем они говорят. Мы идем сегодня крестным ходом в другом месте, не в Палестине, но тем же самым путем, на котором к нам обязательно подойдет Господь. Чудом веры считается благодатный огонь. Каждый год его схождения накануне праздника ждут в Иерусалимском храме Воскресения Господня. Считается, что пламя появляется в ответ на молитву. Огонь в лампадках доставляют по всему миру. В этом году в Кафедральный собор святыню привезли прямо к праздничному богослужению. Станица Старочеркасска, храм Воскресения Господня. Сегодня в пасхальном богослужении здесь совершаются братья Свято-Донского мужского монастыря. Все это создает особую атмосферу праздника, Светлого Христового Воскресения. Каждый из насельников Свято-Донского мужского монастыря уже нашел в своей жизни Бога. Пасхальную ночь братья молятся о том, чтобы самая главная встреча, встреча с Господом, произошла у всех людей. Для кого-то из мирян он бывает впервые, для кого-то уже на заходе в жизни. Но тем не менее, каждому я уверен, что этот праздник вносит чувство торжества Воскресения и, наверное, максимальные чувства радости для верующего человека, для человека верующего Воскресшего Господа. Воскресенский собор отмечает свой престольный праздник. Самый первый деревянный храм на этом месте был построен в далеком 1650 году. Позже возведен каменный. Старинные иконы, намоленные стены. Все располагает к молитве. Помогает заглянуть внутрь себя. Просто здесь отходят все заботы, печали. Чувствуешь себя в другом мире, потому что присутствует Бог. Пасхальное богослужение окончено, но люди не спешат расходиться. Праздник с Анисой Старочеркасской продолжается. Праздник праздников. Торжество из торжеств. Нет в Православной Церкви праздника более величественного и более проникновенного, чем пасхальное утреннее. И поэтому каждый верующий так стремится в Храм Божий в эту пасхальную ночь. А я передаю слово Валерии Скоробогатовой. Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий кафедральный собор города Новочеркасска. Традиции празднования Пасхи Христовой в этом месте передаются из поколения в поколение. Сегодня собор как никогда полон верующих. Особенно много казачьих семей. Они съехали со всех станиц и юртов Донской земли. Валерий Алёхин из древнего казачьего рода. Его предки всегда трепетно относились к православию. Но в детских воспоминаниях о праздновании Пасхи у Валерия нет храма. Запах кулича, это что постоянно, вот этот вот сахар. Яйца, опять же, крашеные. Ну, раньше на кладбище ходили именно в Пасху, потому что запрещено было службу вести в храмах. Инна тоже казачка. Четыре поколения ее семьи – прихожане Новочеркасского кафедрального собора. Традиции празднования Пасхи ей передали мама и бабушка. Теперь и она передаст их своим детям. Ходить, причащаться обязательно. У нас очень верующая семья. В этот праздник в соборе много молодежи. Есть и те, кто пришли к православию взрослыми, осознанно сделав свой выбор. Выросли, создали свою семью. И вот сами решили пройти сюда. Такой прекрасный праздник. Два месяца крестила сынульку, так и осталась в храме. Вот у нас сегодня такой рейд по храмам Новочеркасска. Так как сын учится в Москве, приехал вот на Пасху. Поэтому мы решили сегодня посетить все храмы нашего города. Вознесенский кафедральный собор заложен и освящен одновременно с основанием города Новочеркасска в 1805 году. Первоначально церковь была деревянной. А еще через сто лет построили каменный храм. В 30-е годы прошлого века собор закрыли. Но духовные традиции не погибли. Во время и после Великой Отечественной здесь проходили богослужения. В 2000-х началась реставрация собора. Сегодня это величественное сооружение – украшение Новочеркасска. Высота центрального купола с крестом почти 75 метров. Система подсветки и проекция библейских сюжетов на фасад в темное время суток завораживает. В соборе прекрасная акустика. В конце праздничной пасхальной службы в Патриаршем Вознесенском Всеказачьем войсковом соборе осветили Артас – Большую Просфору. Через неделю кусочки Артаса раздадут верующим напоминание о том, что Христос Спаситель своей смертью и воскресением стал для нас истинным хлебом вечной жизни. Евгения Шатилова, Сергей Шалагин, Валерия Скоробогатова. Телестудия «Дом православный». В пасхальную ночь за литургией митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рукоположил водякона Сергея Опрю. Аксиос, 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 Истолан эти Деспода. Сотни верующих встречали светлое Христово воскресенье в Покровском кафедральном соборе города Шахты. Совсем недавно в храме завершились работы по реставрации. В обновленном соборе пасхальное богослужение возглавил епископ Шахтинский и Миллеровский Симон. Слово Даниилу Зырянову. Самое торжественное богослужение прошло в обновленном кафедральном соборе города Шахты. Внешний вид главного храма епархии символичен. Бело-голубой цвет означает, что он назван в честь Пресвятой Богородицы. Светлое Христово воскресенье, Пасха, торжество, смысл и основание христианской веры. В ночь субботы на воскресенье православные христиане еще задолго до богослужения собирались в храме. На каждый великий праздник в ряду со всеми прихожанами молится глава Шахтинской администрации. Праздник Светлой Пасхи. Это очень прекрасный праздник для всех прихожан. Это вера в будущее. Это надежда, что сегодня у нас опять зажегся и Хлебенский огонь, который уже прибыл на территорию России. Все богослужение особенно торжественно и проникнуто одним чувством радости о воскресшем Господе. Христос воскресенье! Христос воскресенье! Предваряет праздник крестный ход. Раздается звон колоколов и верующие с иконами и хорубрами в руках обходят вокруг храма с молитвой. Традиция идти крестным ходом берет свое начало с древних времен. Такие шествия связаны с большими церковными праздниками или посвящены каким-либо значимым событиям. Именно после полуночного крестного хода наступает Пасха. Пасхальный крестный ход символизирует ночное шествие ко гробу Спасителя Жен Мироносец, которые утро глубоко спешили к гробу Спасителя, чтобы завершить погребальные ритуалы. Благодатная пасхальная радость духовно объединяет всех праздничным богослужением, которое имеет важный духовный смысл. После службы тысячи верующих по традиции осветили Пасхи. Дмитрий Богаченко, Данил Зирянов, телестудия, Дон Православный. Торжеству из торжеств Светлому Христову Воскресенью предшествовала Страстная Седмица. Неделя, во время которой православные вспоминали крестный путь Господа на Голгофу. Его страдания, распятия, смерть и погребения. Глубокая и искренняя молитва в эти дни дают возможность верующим прикоснуться к страшной и великой тайне искупления спасителем рода человеческого. В храмах Ростовской на Дону Епархии в эти дни митрополит Меркурий молился вместе с прихожанами. Великий понедельник. Литургия прежде священных даров. Храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Совместная молитва в начале поприща Страстной Седмицы. Путь страданий Христа верующие в эти дни пройдут вместе с Ним. Страданий особых, очистительных для Церкви, спасительных для всех нас. В Великий понедельник вспоминается евангельское повествование о бесплодной смоковнице, символизирующей душу, не приносящую плодов духовных. Эта история напоминает о том, что только истинное покаяние, вера, молитва и добрые дела открывают для человека Царствие Божие. Мир радости и любви, куда Спаситель своими крестными страданиями и смертью проложил дорогу для каждого верующего в Него. Великий вторник. Храм в честь благоверного князя Дмитрия Донского. В этот день Православная Церковь вспоминает притчу о десяти девах, ожидающих жениха. Пять дев были мудры и имели в своих светильниках елей, поэтому зажгли их и вошли вслед за женихом в покой. Пять нерадивых не имели масла в светильниках и не смогли зажечь их, когда появился жених. Евангелие через притчу учит нас тому, что мы должны быть готовы ко второму пришествию Христову. Господь говорит эти притчи накануне своих крестных страданий. Он говорит о последних днях человечества. Он как бы из последних сил пытается сказать людям всю правду Божию, наставить им жизнь, мучить их жизни перед тем, как взойдет на крест. За литургией глава Донской митрополии рукоположил в сан дьякона Анатолия Просеченко. Великая среда – храм в честь святой мученицы Татьяны при Донском государственном техническом университете. В третий день Великой Седмицы православные вспоминают предательство Христа Иудой. Великую среду в последний раз совершается литургия прежде священных даров и в последний раз читается молитва преподобного Ефрема Сирина. За литургией в Татьянинском храме митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий рукоположил в сан дьякона Николая Катко. Сергей Шалагин, Константин Яковлев, Евгений Ермарченко, телестудия Дон Православный. Вторник Страстной Седмицы в Ростове-на-Дону был отмечен событием, которое, по словам митрополита Меркурия, напоминает нам о необходимости особой молитвы об усопших. 40-й день после крушения пассажирского Боинга в ростовском аэропорту глава Донской митрополии совершил панихиду по погибшим в авиакатастрофе. Заупокойное богослужение прошло в часовне архистратига Михаила. Мы не знаем судеб Божиих, почему так должно было произойти, а не иначе. Но мы уповаем на милость Божию, что любовь Божия, она ко всем одинакова. Господь любит всех, милует всех. И самое главное, что дарует нам жизнь в вечности. Еще одно событие, с которым был связан вторник минувшей недели, 26 апреля, в день 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, в Донской столице открыли мемориал, посвященный ликвидаторам самой крупной техногенной катастрофы прошлого века. Слово Евгении Шатиловой. На черно-белом фото сослужится Юрия Александровича. Вместе с ними он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. На тот момент молодому командиру взвода было 23 года. Прошло 30 лет. Сегодня Юрий встретил только одного из напарников, с которым работал в зоне самой масштабной мировой техногенной катастрофы 20 века. Большинства ликвидаторов, запечатленных на снимке, уже нет в живых. Ну 30 лет – это, конечно, большой срок. И люди уходят. И уже в возрасте люди. Приблизительно им уже сейчас должно быть по 70, по 60 лет. Я был самый молодой во взводе. Мне было 23 года. Мемориал на Шолоховском проспекте увековеченная в бронзе память о тех, кто живым щитом закрыл мир от радиации. Неподалеку – храм святого великомученика-целителя Пантелеймона. Здесь духовно окормляют живых и поминают ушедших из жизни ликвидаторов. Конечно, это будет знаковое событие в жизни области. Будут куда приезжать чернобыльцы, чтобы можно было не только около памятника, а зайти в нашу церковь святого Пантелеймона, поставить свечку, поговорить с отцом Анатолием. Взрыв 4-го энергоблока атомной электростанции, расположенной на территории Украины, произошел 26 апреля 1986 года. Авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. Важно то, чтобы мы помнили наших ребят. Во-первых, у нас такой, что у нас отец Анатолий, священник наш, он сам ликвидатор аварии. Он там участвовал, сам имеет награды правительственные. И нам это все, память для нас, это очень святое. В зоне аварии работали более 600 тысяч человек. Всех 19 тысяч из них – жители Ростовской области, и 3 тысячи – ростовчане. Память. Великий дар Божий. И если мы будем помнить тех, кто совершил подвиг ради каждого из нас, то это виниться нам в заслугу. Евгения Шатилова, Константин Яковлев, телестудия, Дон Православный. И вновь мы возвращаемся к дням, предшествующим светлому Христову воскресенью. Великий четверг – день Страстной Седмицы, когда православные становятся причастниками великого события – Тайной вечери. Верующие вспоминают последнюю трапезу Господа Иисуса Христа с апостолами накануне страданий, которые Он претерпит ради спасения рода человеческого. Во время Тайной вечери установлено главное таинство Церкви – таинство Святого Причащения. Сюжет Валерии Скоробогатовой. Артем Гридунов учится в Свято-Приполовенской общеобразовательной школе. В церкви он бывает несколько раз в неделю. О Таинстве Евхаристии знает все. И чувства, которые испытывает православный христианин в момент причащения, считает самой большой благодатью. Я вот прислуживаю в алтаре, я даже вот стоишь в алтаре и чувствуешь, как ты не стоишь, как будто ты просто висишь в воздухе, потому что благодатью, очень большая благодатью. Евхаристия – главное таинство Церкви. Его название в переводе с греческого означает «благодарение». На Тайной Вечере Христос сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я и с ним путь, и истина, и жизнь». Принимая причащения, христиане соединяются с Господом, очищаясь от греха. Мы получаем возможность исцелить свою человеческую природу и приблизиться к спасению. Особый момент в жизни каждого человека, когда ты причащаешься, принимаешь себе тело и кровь, наверное, останавливается время. Когда я прихожу на причастие, я понимаю тело и кровь спасителя нашего Господа, нашего Иисуса Христа. И я чувствую то, что у меня все печали пропадают, все до единой. Мы в этот день, ну не только в этот день, да, мы причащаемся, исповедуемся, вкушаем кровь и тело Христовое. И когда ты стоишь в храме, молишься и вспоминаешь об этом, и понимаешь, что рядом с тобой стоят твои братья и сестры, и когда еще служба архиерейским чином, то, конечно, ты по-другому себя чувствуешь. По окончании Божественной Литургии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил древний чин умовения ног. По образу Христа, омывшего ноги своим ученикам за Тайной Вечери, митрополит снял с себя знаки архиерейского достоинства, перепоясался лентием, длинным белым полотенцем и по очереди омыл ноги двенадцати священникам. Последний священнослужитель, символизирующий апостола Петра, сначала отказывался от умовения, но потом попросил омыть не только его ноги, но и руки, и голову. Господи, ты лиси умыющими ногу. Я же аскворю, ты невесен виние, разумеешь же по силе. Не умыющими ногу вовеки. Подвещай, Бог Иисус. А еще не умыю Тебе, не има шучасти со мной. Глагою, Иисус. Господи, не только ноги, но и руки, и голову. Глагою, Иисус. Господи, безумовенный не требует только ноги умытия. Есть Бог весь чист. И вы чистите, но не все. Для священнослужителей обряд умовения ног главой церкви – момент особого благоговения и необыкновенной радости. Как раз в Великий Четверг мы можем видеть самое такое ближайшее прикосновение для восприятия священнического служения в образе Тайной Вечери. Тех диалогов, которые мы помним и которые знаем наизусть были между апостолами и Христом. Те призывы, которые он говорил, та беседа, которую он с ними вел. После совершения чина умовения ног, Владыка поздравил верующих с Великим Четвергом – днем установления святого Таинства Евхаристии. Сегодня в этот день никогда не нужно помнить. Великий и Спаситель, жертв Господа нашего Иисуса Христова, преподаваемый нам, подвиден в небо и на истинное тело и истинное Новое Христово. Евхаристическое благодарение – выход за рамки нашего бытия. Таинство, дарующее надежду на жизнь вечную. Валерия Скоробогатова и Евгений Ермарченко. Телестудия «Дон Православный». В Великий Четверг храм Успения Пресвятой Богородицы в хуторе Курган обрел свой голос. Семь колоколов изготовлены по уникальным технологиям – мастерами Каменско-Уральского и украшены иконографическими изображениями. Колокола установили на временную звонницу и осветили. На колокольне их разместят после того, как закончат реставрацию храма. Радующий душу перезвон впервые за последние полвека можно было слышать в хуторе Курган и его окрестностях. Вечером Великого Четверга совершается утренняя Великой Пятницы. Еще одно название – служба 12 евангелий. Во время богослужения читаются главы Священного Писания о последней встрече Христа со своими учениками вокруг пасхального стола. О страшной ночи, одиноко проведенной спасителем в Гефсиманском саду, о его распятии и смерти. Утренняя Великой Пятницы открывает самый скорбный день в церковном календаре. Православные вспоминают крестные страдания и смерти Иисуса Христа, важная часть богослужения, совершаемого в Великую Пятницу в выносы погребения плащаницы, иконы, изображающие спасителя, лежащего во гробе. О скорбном дне, куда пока еще едва-едва пробиваются первые отблески благой вести, в сюжете наших корреспондентов. Симеон Бекели – уроженец Эфиопии. Он приехал в Ростов два десятка лет назад. Учился в строительном институте, потом женился на ростовчанке. Тогда же, 20 лет назад, он стал прихожанином Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Каждый раз, приходя сюда, он испытывает огромную радость. Не высказываем ощущения, не мурашки, не петели. Это великий дар Божий. Высказать словами невозможно, надо почувствовать только. Страстная или Великая Пятница – самый печальный день в году. Именно в этот день произошло распятие Иисуса Христа. Христиане всего мира вспоминают скорбные события. На Великой Вечерне в храм выносят плащаницу. Плащаница – икона, изображающая Спасителя, лежащего во гробе. Большой плат, на котором вышит образ Господа. Этим действием завершается цикл богослужений дня. Вынос проходит через царские врата. Прежде чем поднять плащаницу с престола, священнослужитель трижды кланяется до земли. Затем плащаницу укладывают на специально подготовленное место, а в центр возлагают Евангелие. В Ростовский кафедральный собор в Страстную пятницу собираются прихожане всего города. Люди чтут, помнят, знают. Люди молятся. И люди надеются Богу. И люди знают, и даже, так скажем, что большинство уверено, что действительно, что Господь спасет этот мир. Господь не даст погибнуть человечеству. Я была на службе полностью, насколько началась служба. Приложилась плащаница, и вот еще хочу попасть, начин погребение. Бог нам близок. То, что пришел на землю, здесь жил, все умер. И вспоминается, мне лично вспоминал то обичевание, и то, как, в общем-то, его казнили. Сегодня Страстная пятница. Вот сейчас прошлое богослужение. Вынос плащаницы был. Вот мы пришли приложиться. Плащаница будет находиться в центре храма три дня, напоминая верующим нахождение Иисуса Христа в гробу. Ново сияй, светлейшее спаси. Прилепи заследение Твоих Господень и остров. Вечером того же дня в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы глава Донской митрополии совершил утреннюю с чином погребения Господа Иисуса Христа. Крестный ход в Страстную пятницу символизирует погребение Иисуса Христа и сопровождается погребальным перезвоном колоколов. Страдания Спасителя открыли для нас вход в рай. Дали надежду на встречу с Господом после смерти. Валерия Скоробогатова, Константин Яковлев. Телестудия «Дом православный». Великая суббота, последний день перед Пасхой. Скорбь о принявшем муки и смерть Христе незаметно тает, в близком уже сиянии пасхальной радости. По окончании литургии в большинстве храмов начинают освящать куличи и Пасхи, готовясь встретить светлое Христово Воскресение. Сюжет Евгении Шатиловой. Это богослужение – одно из самых продолжительных в году. Утром в субботу служится вечерня с литургией Василия Великого. Посреди греческого благовещенского храма на возвышении, украшенной цветами, находится икона Христа, лежащего во гробе, святая плащаница. Церковь вспоминает, как тело Христа умастили благовониями, обвили плащаница и положили в новой погребальной пещере, в саду Иосифа. Фарисеи, зная слова о воскресении, запечатали гроб и приставили стражу. За богослужением читается 15 паримий – отрывков из Ветхого Завета, содержащих пророчества о воскресении Иисуса Христа. По окончании литургии поется пасхальный тропарь, близится начало праздника Пасхи, благословляются хлеб и вино. После богослужения прихожане не спешат расходиться по домам. Верующие принесли с собой пасхальные куличи, яйца, другие угощения. По традиции, сегодня все это должно быть освящено. Куличами и пасхами будут разговляться православные верующие после праздничного богослужения. Возле храма из плетенных корзин прихожане достают снедь, купленную в магазинах и приготовленную дома. Мы верим Богу, молимся, благодарим. Поэтому мы пекем сами пасочки. Это от души. Мы не постились, поэтому, мне кажется, неприлично приносить, освящать колбаску, сало и так далее, потому что мы не держали пост. А принесли именно куличи, яйца, символ продолжения жизни. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил традиционный объезд ростовских храмов. Главу Донской митрополии встречали в Старопокровском, Михаил-Архангельском, Сретенском храмах и Свято-Александринском архиерейском подворье. Владыка-метрополит освящал куличи и Пасхи, общался с настоятелями, духовенством и прихожанами, знакомился с приходской жизнью. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон православный». Каждый год в Великую Субботу Страстной Седмицы в храме Воскресения Христова в Иерусалиме происходит настоящее чудо – схождение благодатного огня. В светлое Христово Воскресение благодатный огонь доставили на Донскую землю. Митрополит Меркурий совершил в Новочеркасском патриаршем Вознесенском Всеказачьем соборе пасхальную Великую вечерню. И пусть же укреплением нашей веры и исполнением нашей надежды станет тот традиционный жест, который мы обычно привыкли уже последние годы совершать. Это встреча благодатного огня из святого града Иерусалима. Более подробная информация о событиях в Донской митрополии на сайте Ростовской надоногепархии – rostoveparchia.ru А я, Андрей Мазиков, на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин